Болгарский перец 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 Я подготовилась. Это будет фаршированный перец, но фаршированный он будет брынзой. Желательно, конечно, овечьей, либо козьей, как это делают в Болгарии, вообще болгары, которые живут в Одесском регионе, в Измаильском. Но мы с тобой возьмем просто обычную коровью брынзу. Второй секрет вот какой, Надюша. Я очень аккуратно отделяю сердцевинку, чтобы она у меня выпала одновременно с косточками, но сохраняю закругленные края, потому что когда я буду обжаривать в панировке потом перец, они меня спасут, чтобы у меня не вытекала брынза оттуда, потому что она же очень хорошо плавится. То есть это отверстие должно быть меньше, чем обычно бывает, когда мы традиционно просто фаршируем перец. Я аккуратненько его буквально вот так вот вырезаю, достаю оттуда семечки, воду лишнюю, чтобы она у меня ни в коем случае не вытекала. Так, все аккуратно вычищаем. Но я так понимаю, что перец для чушки нужно взять мясистую, да? Да, мясистую. Делаем начинку. Я взяла 250 граммов брынзы, отправляю ее в блендер. Мелко нарежем зелень. Надюш, а я недавно слышала такую фразу, она уже, наверное, стала народной. Каких ножей такой хозяин? С такими кухонными помощниками, как на моей кухне, любые продукты нарезаются быстро и без хлопот. И становятся кулинарным шедевром. Подтверждаю. А теперь мы нашу зелень отправляем к брынзе в блендер. Для того, чтобы зелень очень хорошо нарезалась, она должна быть вымытой и сухой. Тогда ножом ты можешь это сделать очень быстро и качественно. Немного соли по вкусу. Но если у тебя соленая брынза, ни в коем случае этого не делай. Ну, конечно. Наша брынза нейтральная, поэтому я немного посолила. И взбиваю. Видишь, какая чудесная начиночка получилась благодаря нашей чудо-машине? Это просто незаменимая вещь на кухне. Пробуй. Отведайте. Вполне самостоятельное блюдо. Скажи, а творог нельзя использовать? Можно, только когда мы сейчас будем обжаривать наш перчик, брынза будет плавиться. И будет потом очень красиво оттуда вытекать. С творогом уже такого не произойдет. Вот так вот. Начиняю, но не плотно. Для того, чтобы она не вытекала на сковороду раньше времени. Она должна вытекать у нас только в тарелку. Дополнительную влагу отсюда и семечки хорошо вычищаем. Полностью его начиняем. В сезон болгарского перца обязательно нужно побольше его готовить. И свежим тоже есть, потому что он своеобразный рекордсмен среди овощей. Витамина С в нем, например, больше, чем в лимоне. Еще один из моих любимых продуктов – это, конечно, кофе. Одна чашка кофе содержит более 300 миллиграммов антиоксидантов, которые ответственны за нашу красоту и молодость. Так что, позволь, я тебя угощу? С удовольствием. Я так понимаю, что сейчас наступает самый ответственный момент приготовления этого блюда? Да. Тебе нужно сосредоточиться и даже немного расслабиться. И взбодриться одновременно. Огощайся. Спасибо, дорогая. Все начинается с Нес-кафе. Сковорода должна быть хорошо разогрета? Да. Нужно разогреть сковороду, а я тем временем начну делать панировку. В панировочные сухари нужно обязательно добавить паприку, чтобы это блюдо было поистине болгарским, аутентичным, таким вот как... О, вот и сыпнула. Да, столовую ложку паприки. Тогда у панировки будет очень красивый такой вот золотистый оттенок и совершенно необычный привкус. Я делаю двойную панировку для того, чтобы она была красивой. А как ты это делаешь, Танюш? Тут самое важное сейчас ничего не пропустить. Вначале в муку, потом в яйцо, потом опять в муку. Так. Потом опять в яйцо и сухари. Обычно продукты в панировке обжариваются в большом количестве растительного масла, а здесь его достаточно мало. Да, потому что мы не будем делать фритюр. Мы просто обжарим, так как перец у нас практически готов. А брынзу готовить не нужно, ее можно кушать сырой. Нам нужно только, чтобы она расплавилась. Поэтому это произойдет очень-очень быстро, буквально 2-3 минуты, и перец будет у нас готов. И я отправляю на сковороду, обжариваю по одному. Мне нравится то, что жарить их довольно быстро. Буквально 2 минутки с одной стороны, с другой стороны. Танюш, поскольку в твоей семье наверняка пробовали и традиционные фаршированные перцы, и вот такие вот чушки, что больше нравится? Ну, ты знаешь, и такие традиционные перцы мы любим, потому что мясо все-таки, ну, совсем другое блюдо. Это более эрегантное блюдо. Здесь перец очищен, и внутри этот сыр, который вытекает. Все-таки это такая очень вкусная горячая закуска. Я очень люблю ее на какие-то торжества подавать между холодным и горячим столом. Вот как горячую закуску. Кстати, если подавать это как закуску, то, возможно, удобнее будет взять вот маленькие такие перчики украинские, да? Да, да. На салфеточку, чтобы убрать лишний жир. Да. И так, получается, все готово уже? Да, можем пробовать. Давайте вспомним, как мы готовили чушка-бюрек. Для приготовления чушки-бюрек вам понадобится болгарский перец, брынза или творог, яйцо, петрушка, укроп, мука, панировочные сухари, паприка, соль. В духовку, разогретую до 220 градусов, отправьте перцы минут на 15-20. После этого достаньте, переместите их в пакет для запекания и завяжите. Через несколько минут перцы легко очистятся от пленки. Нафаршируйте начинкой. Для начинки смешайте брынзу с мелко нарубленной зеленью. Добавьте соль по вкусу. Все тщательно перемешайте. Начиненные перцы поочередно обваляйте в муке, потом в яйце, потом снова в муке, в яйце и в завершении в панировочных сухарях, смешанных с паприкой. Обжаривайте в хорошо разогретом растительном масле со всех сторон золотистой корочки. Подавайте горячими, украсив зеленью. Танюша, я вспомнила вкус брыдзы, которую разогрели, и она стала такой слегка тянучей, необыкновенно нежной, а тут еще и зелень. Ох, какой необыкновенный вкус. Да, это все в сладком перце, это очень-очень вкусно. Тем, кто сомневается, стоит ли заменить обычный фаршированный перец вот таким вариантом, я скажу, стоит, конечно, потому что перец сперва запеченный, а потом обжаренный в панировке. Ммм, он такой сочный. Да. Спасибо.